Я предлагаю свои финансовые ресурсы для устройства в Тевморпуте, но Россия как-то не очаровывается в сентябре в силу стратегического характера этого проекта. Потому что есть понимание, что этот проект отобьет все, а ведь я не писаю на воздушном конце этой магистрали. Там есть икония, там есть корея и так далее. Все они нуждаются в том, чтобы груза максимально быстро, без раздержек попадали в Европу. Алексей Николаевич, хотел бы дать уточнить, если, допустим, не внешние инвестиции, и тогда, может быть, российских инвесторов рассмотреть возможность, да, часто государственные подходы к инвестициям возможны? Я думаю, что в той части, которая касается вот прикладных в, как бы, в частей проектах, касающихся там, да, вот подъездных путей к магистралям, например, к крупным месторождением, то да, там это возможно. В принципе, вот эти крупные наши компании, которые интересуются в эксплуатации, там, угля, меди и полиметаллом, они могут сами построить их в магистрали, но, ну, там, основная часть магистрали, то, что называется, основные по-друге отравные пути, я думаю, что это все-таки вложение, которые просто покупают деньги, а потом на эту же постарацию, в том числе, сейчас инвестиции для построения этих магистралей, имеющих более уделикарное место и значение. Россия сейчас насколько способна, действительно, положиться в то, чтобы, действительно, реанимироваться, вот этот класс, будем ли строить? Россия сейчас в зонее, в зоне савчины и уже реанимировали, реанимация, баба, началась в северении Тену, то есть около 2020 года, в 2009, в детстве. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok